Девушки отдыхают Всем, кто впервые решил оторвать с нами календарь, мы говорим «Добро пожаловать!» Мы начинаем второй сезон! Прошу вас, Василий, улыбаться, улыбаться! С толерантным выражением лица скажу тебе, Василий, нашим всем телезрителям, самую трендовую кричалку этого лета! Отрывай календарь! 9 сентября у нас АК переименовали в США! Не понял, вот, пожалуйста, поясни всем телезрителям! То есть из объединенных колоний Америки, сокращенно АК, уже новое название придумали США! Мне кажется, лучше бы оставили вот старое, автомобильное. Очень много общего, да. Некоторым тоже тесно после нахождения в автомобиле АК хочется выйти и что-нибудь объемнее, понимаешь? Простора хочется! И, с твоего позволения, мы продолжаем страничку автопрома. Именно в этот день на конвейер впервые ступило колесо автомобиля Жигули! Совет Порше, как любят его называть, автовладельцы, которые уже не могут продать этот родной, уже ставший ретро-мобиль. А ведь почему он родной, ты знаешь? Вот выражаясь языком Надежды Крупской, он родной, потому что в этих вот буржуазных лексусах нету родной розочки на коробке передач. Нельзя обить навигатор этим... Бахромой? Бахромой. Уже в кожаный салон не накроешь знаменитым покровалом с оленями. Выхлопные газы из Жигули, это просто самый настоящий парфюм. Мой мир копейка, как говорит знаменитый герой произведения Лермонтова. У меня пока нет машины, но как только накоплю первой моей машины, будет... Стиральная. Ну, зачем ты лезешь? Какая стиральная, Вася? Чтобы ты стирал слинг. Да, в шоке. Специально для тебя просвещаем-с. Как говорили в 18 веке классическом. Международный день слингоношения сегодня. Слингоношение, чтобы ты понял, Артем, и дорогие телезрители, это повязка пиратская. Да. Да, на тело. Вот так она идет. И особенно в странах третьего мира, так можно сказать, носят детей. Ну, это сейчас модно и в Европе, кстати. Слушай, давай спросим, занимаются ли наши приднестровские жители слингоношением? И знают ли они вообще, что такое слингоношение? А слингоношение на следующий слинг. Павел, мы вот сегодня ходим и спрашиваем им приднестровцам, занимаются ли они слингоношением? Не буду отвечать на это вопрос. Почему? Корни, видите, в слове такие весьма впечатляющие. Отпечатлево? Чем-чем? Слингоношением. Слинга? С первое. Слушайте, это аббревиатура какая-то? А мне неизвестен этот термин. Тогда вот договорите, а потом поговорим. А сколько лет тебе? Девятнадцать почти. Объясни, что это такое. Это такая пиратская повязка, которая одевается женщине, ну и мужчине на тело, и туда вкладывается живой ребенок. Не, я таким. Живой ребенок, но у меня некое предупреждение к детям. Джордж Карлин воспитал неприятник к ним с своему детству. То есть ты не будешь никогда папой? Буду, но точно не сейчас. Знаешь, что ты куришь? Решать? Знать. Близкие, родственники, супруг, дети. Супруг, дети знают, конечно. Разрешают? Конечно. Для чего она? Как бы знаю, но объяснить не могу. Простыми словами, ладно, давай попробуй. Даже не знаю. Слушай, раз у тебя уже есть супруги-дети, ты знаешь, что такое слингоношение? У меня нет супруга и детей, если так, я знаю. Ну раз ты начитан и образован, как пишется слингоношение? Я шучу, вообще-то. На каком тебе курсе? На втором. А, в факультете? Теория методика преподавания французского языка. О, ты знаешь французский? Ну, Антон. Скажи, пожалуйста, как будет на французском отрывной календарь? Не знаю. Как будет на французском? Спасибо, что подошел. Как будет на французском? Хорошего дня. Как будет на французском? Выгоните меня с университета, я ничего не учу. Я просто не знала, честно. Вот будете знать. Вот. Вы хотя бы это вырежьте, хорошо? Нет, конечно. Обещаю, мы это покажем. До свидания. Отрываем календарь. 10 сентября. О, день учителя в Китае. Та-та-ра-та-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Серьезный праздник. Очень серьезный. И мелодия сама серьезная. А еще серьезный тем, что именно в этот день, день учителя Китая, все ученики дарят, по традиции, своим учителям, В мою бытность. Помнишь это время, когда чем ближе выпускные, тем дороже подарок? Как празднуют в Китае, видишь, мы дарим подарки, а они еще, ученики, своим преподавателям у них принято мыть пятки. Так это что же получается? Алло, привет, дорогая. Оказывается, ты учитель. В этот же день, так же в Китае, даже можно понять, что главнее всего, Вася, погода в доме. Все остальное это просто ерунда. Так, так, кто-то фанатерит музыкальных поздравлений. Кто-то спалил. Разорился! Все деньги на музыкальные поздравления, кстати. Да, да, да. Потому что я не могу не отпраздновать день рождения Ларисы. Ну отрывай! Спасибо. Долина. Слушай, как бы не принято спрашивать это, но все же... Кулька лентей. Сколько лет Ларисы Долиной? Нет, я не знаю, но мне кажется, она очень хорошая флага. Слушай, боевая. Гастроли, такие графики у нее, джазовый фестиваль. И даже на КВН успевает пойти. Пародия. Лариса Долина у окулиста. Ш-Б-К-Н-М-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е Итак, у нас передача «Угадай мелодию» на Первом Приднестровском. Надеваем наушники. Это маленькие. Нормальные. И? Какой прогноз у нас сегодня, милый? С чем ты опять проснулся мне в ладу? Скажи мне просто, Господи, помилуй. Какую блажь имеешь ты в виду? Главнее всего погода в доме, а все другое... И, пожалуй, хватит с тебя. Это не караоке, да? Это не караоке. Как ты думаешь, кто это? Ну, точно не меладзе. Это... Риана? Нет. Ну? Гадай эту мелодию с трех нот. Это... Это Ларина? Нет. Зимтира? Нет. Это Долина Лариса. Аллегрова? Нет. Нет, нет, нет. Лариса Долина? Уверена практически. Вот скажи, вот тебе не кажется, что на концерте у нас 2 сентября она немножко фальшивила? Немножко есть, честно говоря. Ты тоже это заметил? Да, да. Особенно она была пятая слева. Что-то было действительно. Ну? Сейчас. Она с такой причесочкой. Она беленькая еще. Светленькая, да. С такой кучерявой. Сейчас, сейчас, сейчас. Лариса Долина. Главнее всего погода в доме. Песня нам строить и жить помогает. Песня. Песня. Есть я и ты, а все, что кровь, легко уладить с помощью солдат. Отрываем календарь, Артем. У нас 11 сентября, среда. Да. Праздник всея калоритного на земле. То есть между день рождения Марии Биешу? Почти, да. День граненого стакана. Вот. Это событие, оно отмечается везде. Во всех подсобках, во всех кабинетах труда. Это праздник всех проводников, работников общепита, их клиентов. В конце концов, это праздник автомата гроз воды. А еще интереснее тот факт, Артем, что автором граненого стакана, а для кого я купол, легенда советской монументальной скульптуры Вера Мухина. Та самая, помнишь, которая создала скульптуру рабочей колхозницы. Я понял. То есть, чтобы что-то сделать великое в нашей стране, нужно начинать с стакана. Вот такая вот жизнь. 12 сентября, Артем, четверг у нас. У нас время Пронто, Пронто, Бонасэра и Пьер Луиджи Вуфон. Ребята, может, чуть-чуть цвет потише, что-то 8, мне кажется, не уверен. Сеньори, сеньори. Заговорил на итальянском и в дальние страны улетел. Ты не понимаешь, ничего неизведанного тут нет. Вот конкретный адрес. Италия, Неаполь. Спроси у Марадона, кстати, знатоки меня поймут. Международный фестиваль пиццы. Неаполь пицца теста. Идем к пятнице. Славный день 13 сентября. И это праздник всех тех людей, которые в суровое время 21 века создали конкуренцию всем экономистам, юристам. День нефтяника, да? Почти. Ну, отрывай, давай. День программиста в России. Контрол-альт. День контрол-альт. Как отмечать этот профессиональный праздник свой, ребята? Как обычно. Главное окна обменив... Мы пришли к субботе, 14 сентября. И, Вась, я хочу тебе лично признаться, что в какой-нибудь, конечно, в какой-нибудь моменте это мой профессиональный праздник. День эльфов? Нет. День солидарности цыган? Еще шутить. Отрываем кандидат, друзья мои. 14 сентября у нас день украинского кино. Слушай, ну тогда ты просвещай. Настало время отрывного номера. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы взяли известные вам фильмы и перевели их на украинский язык. Послушайте, что у нас получилось. Человек-паук. Людина-паутина. Улица разбитых фонарей. Хрещатик. Капитан Джек Воробей. Капитан Евгений Горобец. Мумия. Вий. Миссия невыполнима. Нова конституция Украины. Ледниковый период. Несплата за газ. Поворот не туда. Жмеренка. Чужой. Москаль. Чужой против хищника. Москаль против поляков. Поворот не туда, два. Жмеренка, я сказал. Расамаха бессмертный. Чахлик не в морущий. От заката до рассвета. Нич. Молчание ягнят. Котлеты по-киевски. Город грехов. Одесса. Корпорация монстров. Дом-2. Бойцовский клуб. Верховная рада. Трансформеры. Верка Сердючка. Спасибо. Дякую. С вами был Атурган Геннадо. Надеюсь, вы успели записать праздники, которые вам по душе. Ну а если ни один не подошел, есть, выражаясь на языке Сергея Мавродия, беспроигрышный вариант. Да. Именно 8 сентября весь мир отмечает Международный День Грамотности. Ты знаешь, выходили бы мы в веке 9-м или 10-м, у нас в гостях были бы знаменитые Кирилл и Мефоний. О том, Артем, куда ты после съемок позвонишь. Именно позвонишь. Какие возьмешь с собой документы с Горбачевым и кудою ходить, чтобы она тебя поняла. Мы поговорим с доцентом кафедры журналистики Приднестровского государственного университета имени Тараса Григорьевича Шевченко. С кандидатом политических наук, с радиоведущим. И просто с хорошим человеком Сергеем Олейниковым. Сергей Викторович, здравствуйте. 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 Дождались. Дорогие кириллеры. В общем, перед тем, как мы начнем с вами беседовать о грамотности в целом, надеюсь, у нас получится. Возвращение. Мы узнаем после голой правды. Самая грамотная рука. Это серьезно. Вот он, университет. Его стены пропитаны наукой, наивностью абитуриентов и грустью в глазах у пятикурсников. Но нас интересует другое. Пойдемте. Это суперчеловек. Это супергерой нашего времени. Сергей Викторович, оригинальный жизнерадостный человек. Он всегда дарит нам позитивные эмоции. Классный парень. Начинает петь его мелодии на звонке, под которых он начинает танцевать. Какая мелодия у него на звонке? Гости из будущего «Миражи». Восхитительное чувство юмора. Ну, он однажды размышлял, шутил про наш журнал и сказал, если сунуть ваш журнал в стакан чая, и продолжил это мысли чуть-чуть. Веселый, жизнерадостный. Интеллигентный хулиган. Ну, может быть. Поэтому его очень любят студенты. Юморной. Он ко всему относится с юмором. Он, когда заходит в кабинет, он светится, как солнышко, и мы забываем про все свои проблемы. Ученый, доцент, кандидат политических наук. Зажигательный Сергей Ильич, который зажигает нас всех. Присутствовать на его парах – это просто одно удовольствие. Он поет. В какой-то степени это мой ученик. Были случаи, когда он разыграл вашу группу? Ну, честно, я такого не помню. Ну, вы на втором курсе? На втором нет, такого у нас еще не было. Ну, к пятому, я вас уверяю. Все у него будет хорошо в жизни. Впереди у него докторская диссертация. Толково объясняет свою дисциплину. При этом очень позитивный, оригинальный человек. Ну, нас он постоянно называл группой вундеркиндов. Вундеркиндов? Вундеркиндов, да. Нашу тоже. По вашему мнению, какие черты характера позволили Сергею Викторовичу добиться вот этого многостороннего развития? Прежде всего, это талант. Он талантливый человек, он умен, и вот это ему помогло в жизни. Ну, все мои одногруппники, одногруппницы его обожают. Я только рада его достижениям и горжусь им. Сергей Викторович, вы классные, мы вас любим. Вот. Вот такая вот, Сергей Викторович, голая правда. Грамотная голая правда. Ну что, поговорим о грамотности, да? Международный день грамотности. Сергей Викторович, когда мы готовились к передаче, у нас был широкий список людей грамотных. Да. Но влиятельные люди нам указали именно на вашу память. Перстоп. Как вы думаете, с чем это связано? Ну, скорее всего, с моей грамотностью. Уж коль скоро мы говорим о грамотности. Вы считаете себя грамотным человеком? Ну, было бы глупо, если я сказал бы «да» и заявил здесь во всеуслышание, что я грамотный человек. Я стараюсь говорить грамотно, правильно. Грамотный человек, в принципе, он должен уметь только правильно писать и говорить? Вот проблема современной молодежи, да не только молодежи, людей, заключается в том, что если человек, это как правило, грамотно пишет, он ужасно говорит. Если он прекрасно владеет устной речью, он ужасно пишет. Судя по этому правилу, все медики очень грамотно разговаривают. Да, но, к сожалению, тоже там латынь превалирует, поэтому особо не поймешь. Не разберешь, да, я с вами согласен полностью. Вы, как человек, который работает с молодежью, вы можете сейчас просто дать какую-нибудь оценку общему уровню грамотности нашей молодежи? Проблемы с языком у молодежи связаны, на мой взгляд, с сочетанием, совмещением таких трех языков. Поэтому заимствования из украинского языка очень сильны и очень активно влияют на чистоту русской речи. Потому что, ну, помимо фрикативных всех этих я говорила, и шоу, и прочее, и прочее, то есть существует еще вот проблема, допустим, у молодежи иногда было-было, потому что украинское було, да, поэтому вот оно таким каким-то косвенным, может, непосредственным образом влияет на чистоту русского языка. И иногда у нас же вот уже даже говорят, что сформировался приднестровский определенный диалект, когда там вчера ахоста дождь, шипубил мне туати кабачели, вышла в город, а на листях вот такие бортили. То есть, где все три языка спокойно сосуществуют, и все, главное, друг друга понимаем. Хотел бы с вами поговорить о приднестровском акценте. Тут я могу порадоваться за нас всех приднестровцев. Я вам хочу сказать, что будучи вот частенько в Петербурге, обращаю, и очень мне режет на слух, их аканье, хотя у нас многие говорят ихние, ихние аканье, покаместь туда и сюда, то есть это все нормально, это норма уже, да, здесь, а там, а тут, а вот так вот их аканье очень режет слух. Но к своему стыду или разочарованию буквально на пятый, на шестой день пребывания в Петербурге я незаметно вливаюсь в этот общий поток и начинаю сам себя чуть ли не казнить за то, что я уже, глянь, Москва, злотоглапа, наехали здесь. Я все распляну, хорошо, вылечу, а честно. Что нужно отметить, что люди, местные петербуржцы, ну, мне приходится, слава богу, общаться с академической общественностью, они слушают, когда я выступаю, надеюсь, искренне говорят о том, что вообще то, что они пытаются за пять лет у своих студентов искоренить, я это даю здесь и сейчас. Вы как-то грамотно, да? Ну, как, будем, условно, да, условно, стараемся, стремящийся быть грамотно. Вдруг авось. Вот, порекомендуйте нашей молодежи, вот как надо обратиться грамотно к девушке, чтобы она действительно сегодня этот коктейль выпила с тобой и провела вечер с тобой лично. Мне кажется, здесь не важно, что сказать, а важно, как сказать. Если девушка поймет искренность, намерений, а не какую-то скобрезность там и, ну... Скобрезность. 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 Плотское желание, выраженное. Выраженное. Сядь, два. И она будет ее осуждена. Нет, и возбуждена будет уголовное дело. Она будет, ну, да, хорошо. Как-то мы заговорились. Нет, ну, на самом деле, все-таки, вот, речь отличается, вот, у людей, которые читают, читают очень много. Вот, поэтому, как бы это ни звучало сейчас банально, все-таки больше нужно читать. Читать классическую литературу. Любую, вот, начать все-таки нужно с того, что не прочитано было в рамках школьной программы. Пока вы говорите, я вот смотрел на... У вас тут замечательная книга лежит вообще о партийной и советской печати. Вы гляньте, что рядом. Радиообещание и телевидение. А вот и видео тех времен. И вот я стою на странице о работе газеты «Советская Чуваша». И вот, когда вы говорите, что журнал «Натали» вот сейчас сгорает от студии, и уходит из нашей студии, потому что его здесь не место. Кесарево, кесарево, поэтому как... Нет, ну, на самом деле, вот это напрасно вы убрали опыт «Натали». Нет, вот это парень попросил. Как, отрицательный или отсутствие результата – это тоже результат. Поэтому, если бы мы не знали, как плохо бывает, то мы не узнаем, как хорошо. Скажите, вот, как бороться со всеми вот уже, всем надоело, и уже сколько было программ было написано. Что? Правильно говорить? Не поняла, а поняла. Не позвонишь, а позвонишь. Вот, поняла, поняла. Хотя бы от этого давайте избавим наш регион. Ну, вот, опять же, возвращаясь к практике северной столицы России, Петербурга, там практикуются такие билборды огромные, на которых вот эти слова, наиболее проблемные, употреблены уже с ударением, с указанием ударения. И авторитетные люди там все-таки как-то вот присутствуют номинально и говорят, что да, вот все-таки правильно говорить именно так, а не иначе. Вот. Поэтому, может быть, имеет смысл и у нас какие-то такие выставлять билборды. Если обратить внимание на наши рекламные вывески, то тоже можно довольно-таки серьезно задуматься, ну, или посмеяться. Потому что, к примеру, кожаная обувь продается сегодня. А это я еще помню. Да. На первом курсе нам долбили. И самое, что меня поразило, дом рукой, то есть мелом было написано от руки, дом продается с мягким знаком. В данном случае сейчас вот лингвистическая наука, скорее всего, идет на поводу безграмотного населения, принимая за норму то, что должна искоренять. Ну, такова жизнь йогурт и йогурт, там скоро, да, там что-то еще. Кофе, да, оно. Ну, вот, кофе, оно. В вашей практике был какой-нибудь такой интересный случай? Ну, это вот отдельная передача, может быть, даже цикл передач. Я приведу наиболее интересные, надеюсь, смешные, когда вот в историческом одном произведении было следующее предложение. Пастбищ для крестьян не хватало. То есть речь идет о скоте крестьянском, да, а на самом деле, то есть такое ощущение, что крестьяне выходили на пастбище и послезли. Потом там женщин тоже было мало, поэтому в жены брали молдаванок, украинок и болгарок. То есть шла речь о русской национальности. Наши не женщины. А возникает ощущение, что это... Это не женщины. Да. Это на пастбище. Ну, там в Тирасполе начались археологические раскопки, закончившиеся большими находками. То есть, ну, на самом деле, можно приводить очень много таких примеров. Они смешные, от них, конечно, избавляем мы издания. Но улыбнется от таких моментов только человек, знающий, как правильно расставлять хотя бы утренение. Да, в большинстве случаев, конечно, что... Может, это слово пастбище, а если дело нормально. Все нормально. Все нормально, да. На чем вы смеетесь? Вон, вон, подпись редактора. Это серьезно. Корректор вон расписали. Дашь мне потом, я почитаю. Заодно и посмеемся. Ну, знаете, поскольку сегодня Международный день грамотности, хочется, чтобы после нашей передачи наши телезрители стремились не только быть грамотными в правописании, но и в культуре тоже. Дорогие друзья, давайте в студию похлопаем нашему гостю Сергею Оленику. Спасибо. Спасибо большое. Вот. И закончить отрывной календарь хотелось бы советом недели. Друзья, если 8 сентября мимо вас пройдет церемония похорон мух. Если вы увидите, как парни гоняются за девушками в образе лосих, а остальные танцуют вокруг пожилых женщин, это означает, что наступает бабье лето. До новых встреч. До свидания. Не забывайте, что праздники нужно отмечать. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!